всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут василя сегодня свяжем берет с очень красивым рельефным узором берет я вязала на размер 56 57 сейчас я скажу вам размеры диаметр берета 26 сантиметров глубина берета 21 с половиной и вот резинка в нерастянутом виде приблизительно 26 сантиметров если ее растянуть она очень хорошо тянется почти 29 сантиметров данный берет можно вязать из любой пряжи главное подобрать крючок я вязала из пряжи ализа лана gold classic здесь 49 процентов шерсти цвет данной пряжи 161 100 граммах идет 240 метров также нам понадобится крючок номер четыре крючок номер пять маркер пластиковый и пластиковая игла с большим ушком для того чтобы собрать макушку для начала мы будем вязать резинку резинку вяжем на окружность вашей головы в ходе провязывания вы можете примерять ее на свою голову учитывайте что резинка хорошо тянется берем крючок номер четыре и для резинки я набираю 8 воздушных петель делаем петлю провязали эту петельку я не затягиваю это у меня будет первая воздушная петля первая 2 3 4 5 6 7 и 8 далее мы вводим крючок во вторую петлю от крючка вот первое во вторую и провязываем столбик без накида далее в следующую и до конца провязываем столбики без накида провязываю последнюю у вас должно получиться 7 столбиков и в каждом ряду их будет по 7 если вы хотите резинку пошире то можете изначально набрать больше воздушных петель либо если поменьше то набираете меньше в конце всегда делаем одну воздушную петлю переворачиваем и провязываем со второй петли от крючка 1 2 захватывая заднюю стеночку полупетли провязываем столбик далее в следующую у вас должно получиться в ряду также 7 столбиков самый последний седьмой столбик мы провязываем захватывая обе стеночки пол петли провязали столбик далее у нас ряды повторяется также делаем одну воздушную петлю переворачиваем со второй петли от крючка за заднюю стеночку провязываем столбики без накида до конца и не забываем самую последнюю провязывать за обе стеночки полупетли вот я провязала резинку длиной она у меня 46 сантиметров всего у меня здесь 75 рядов ряды можно пересчитать вот смотрите здесь у нас идет вот это как бы одно ребро здесь у нас два ряда вот по ним пересчитать 1 2 3 4 у меня их всего получается 37 и еще одна вот такая вот половинка получается всего 75 рядов теперь складываем пополам находим здесь крайнюю петлю также на второй половинке находим крайнюю петельку и провязываем соединительную петлю далее в следующую с одной стороны со второй и также провязываем соединительную петлю вот я в конце провязываю последние петли таким образом мы сделали соединение теперь последующие ряды мы уже будем вязать крючком номером 5 далее провязываем 3 воздушные петли 1 2 3 столбик из воздушных петель он нам будет заменять столбик с накидом далее в следующую петлю мы провязываем столбик с накидом 2 петлю мы провязываем столбик без накида и 2 воздушные петли далее в следующие вот вогнутый ряд мы провязываем 2 столбика с накидом 1 и 2 далее в следующий вот она ребро мы провязываем сюда столбик без накида 2 воздушные петли далее в следующие 2 мы провязываем по одному столбик с накидом накид 1 столбик с накидом следующую второй столбик с накидом провязываем столбик без накида 2 воздушные петли и в следующую мы провязываем прибавку провязываем 2 столбика с накидом снова провязываем столбик без накида 2 воздушные петли далее прибавку не делаем провязываем по одному столбику в последующие 2 петли с накидом делаем накид 1 столбик с накидом и второй столбик с накидом и так после столбика с накидом снова столбик без накида 2 воздушные петли и прибавку получается мы прибавку делаем через раз вот у нас мы провязали два столбика с накидом столбик без накида 2 воздушные петли и делаем прибавку после столбика с накидом снова столбик без накида 2 воздушные петли здесь мы прибавку делали значит в следующую мы прибавку не делаем провязываем 2 столбика с накидом в последующие две петли первую и во вторую столбик без накида 2 воздушные петли вот таким образом у вас должно получиться вот смотрите мы провязываем начале у нас идет вот первый второй столбик без накида 2 воздушные петли прибавка далее столбик без накида 2 воздушные петли 2 столбика с накидом в последующие две петли столбик без накида 2 воздушные петли прибавка прибавка идет через раз заканчиваю первый ряд вот у меня здесь прибавка 2 столбика с накидом следующую провязываем столбик без накида 2 воздушные петли и соединяем вот у нас мы соединяем с первым столбиком делаем соединительную петлю далее вязание переворачиваем мы всегда будем вязать поворотными рядами ряды всегда будут начинаться и заканчиваться одинаково вот у нас идут вот такие арочки где мы провязывали воздушные петли сюда мы будем провязывать столбики с накидом вводим крючок парочку провязываем столбик без накида 2 воздушные петли он нам будет заменять столбик с накидом и сюда же в эту арку провязываем второй столбик с накидом вот этот первый столбик я отмечу маркером далее находим следующую арку перед ней есть столбик с накидом здесь мы должны провязать лицевой рельефный столбик без накида заводим крючок под столбик с лицевой стороны и провязываем столбик без накида 2 воздушные петли и в эту арочку провязываем 2 столбика с накидом находим следующий столбик перед аркой также провязываем лицевой рельефный столбик без накида 2 воздушные петли и в арку мы провязываем 2 столбика с накидом снова лицевой рельефный столбик без накида 2 воздушные 2 столбика с накидом в арку вот таким образом провязываем до конца второй ряд у вас получится вот такие вот веерочки заканчиваю второй ряд вот я провязала в арку 2 столбика с накидом далее у нас идет столбик без накида мы его провязываем вот здесь вот перед аркой у нас есть столбик здесь провязываем лицевой рельефный столбик без накида 2 воздушные петли и делаем соединение вот он столбик самый первый во втором ряду его отмечала маркером и здесь мы делаем соединение провязываем соединительную петлю также вязание переворачиваем и вот у нас идет самая первая арка сюда мы провязываем столбик без накида 2 воздушные петли и сюда же мы провязываем варку второй столбик без накида 1 столбик я также отмечу маркером далее у нас вязание повторяется все ряды у нас вяжется одинаково теперь мы находим следующую вот арку перед ней столбик также провязываем рельефный лицевой столбик без накида 2 воздушные петли и варку провязываем снова 2 столбика с накидом находим следующую рельефный лицевой столбик без накида 2 воздушные петли варку 2 столбика с накидом провязываем до конца третий ряд соединение у нас здесь точно такой же как и во втором ряду ряд заканчивается также рельефно лицевым столбиком без накида 2 воздушные петли делайте соединение где у нас вот первый столбик идет соединительную петлю перевернули и вяжем точно так же как и второй ряд чего мы должны провязать 12 рядов и у меня в ряду от таких арочек 30 штук вот я провязала 12 рядов здесь у меня получилось от резинки 11 сантиметров в тринадцатом ряду мы будем делать убавки у меня в ряду 30 рапортов вот таких вот веерочков у меня их 30 далее мы делим на 5 получается в одном клине будет по 6 рапортов вот ставим маркер отсчитываем 6 1 2 3 4 5 6 6 снова ставим маркер опять отсчитываем ставим шестую маркер и так до конца если у вас другое количество рапортов сейчас я объясню как вам сделать если допустим у вас в ряду 32 рапорта тогда вам необходимо будет двух местах сделать убавку и тогда уже в четырнадцатом ряду у вас вот этих веерочков будет 30 и вы их спокойно как у меня разделите на 5 частей сейчас мы будем провязывать 13 ряд я покажу как делаются убавки и так вяжем 13 ряд вот у меня парочку провязана 2 столбика с накидом далее вяжем рельефный лицевой столбик без накида 2 воздушные петли и в арку провязываем 2 столбика с накидом так провязываем до маркера вот здесь у нас идет уже маркер здесь мы будем делать убавку соединять два рапорта вместе вот у нас идет столбик где мы должны провязывать рельефный лицевой мы захватываем здесь его и такой же столбик захватываем следующем веерочки вот здесь вот и провязываем здесь рельефный лицевой столбик без накида делаем 2 воздушные петли и в арку провязываем 2 столбика с накидом вот таким образом мы делаем убавку далее провязываем до следующего маркера я снова покажу как сделать убавку довязали вот до следующего маркера здесь мы также делаем убавку вот захватываем столбик перед аркой также захватываем следующий столбик перед аркой и провязываем рельефный лицевой столбик без накида 2 воздушные петли и снова в арку 2 столбика с накидом все таким образом далее довязываем до конца у вас должно получиться в ряду 5 убавок довязываю 13 ряд провязываю рельефный лицевой столбик 2 воздушные петли и делаю соединение переворачиваю и в арку провязываю столбик без накида 2 воздушные петли и сюда же столбик с накидом первый столбик снова отмечаем маркером теперь вяжем 14 ряд в тринадцатом ряду мы сделали 5 убавок получается у нас теперь в тринадцатом ряду 25 рапортов вяжем 14 ряд без убавок также будет 25 рапортов вяжем точно так же провязываем рельефный лицевой столбик 2 воздушные петли в арку 2 столбика с накидом провязываем так ряд до конца провязали 14 ряд без убавок 15 ряд мы вяжем с убавками четырнадцатом ряду у нас 25 рапортов снова делим на 5 получается в каждом клинышки будет 5 рапортов также отмечаем маркером и отсчитываем раз два три 4 5 5 отмечаем и так далее провязываем до маркера и делаем убавку здесь мы делаем убавку находим перед аркой столбик заводим и следующую перед аркой также столбик находим и провязываем рельефный лицевой столбик без накида 2 воздушные петли и в арку провязываем 2 столбика с накидом снова довязываем до маркера и повторяем делаем убавку и так провязываем 15 ряд до конца в пятнадцатом ряду у нас получится уже 20 рапортов 15 ряд провязали с убавками далее 16 ряд провязываем без убавок у вас должно получиться 20 рапортов далее 17 снова с убавками 18 без убавок получается ряд с убавками ряд без убавок и так провязываем до конца пока не останется у нас 5 рапортов вот я провязываю последний ряд в последнем ряду у меня пять убавок смотрите здесь у меня начало ряда вот первая убавка вторая третья четвертая и сейчас вместе с вами мы сделаем пятую вот у нас начало ряда вот идет последний веерочек и еще два столбика также захватываем перед аркой столбик и здесь последний наш столбик провязываем рельеф на лицевой столбик без накида две воздушные петли и делаем соединение все теперь нам осталось стянуть макушку для это оставляем кончик нити обрезаем и продеваем нить в иглу обрезали нить и полностью вытягиваем сейчас мы будем собирать макушку и нить выведем наизнанку обратите внимание где у вас идет шов от резинки вот он здесь у меня идет значит эта сторона у меня будет изнаночной хотя с двух сторон узор одинаковые собираем здесь по краю петли теперь аккуратно стягиваем макушку выводим нить наизнанку и с этой стороны нескольких местах еще прошиваем вот такая аккуратно у нас получилась макушка у нас даже здесь не видно где мы делали упавки узор очень красивый все получилось ровно аккуратно если остались какие-то вопросы пожалуйста пишите в комментариях обязательно отвечу подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной